Сегодня в Московской области дали старт форуму «Армия-2017». В этом году выставка достижений в сфере обороны заняла более 600 тысяч квадратных метров. Свои разработки гостям со всего мира демонстрируют и чувашские предприятия. Смеса событий Дмитрий Ковалев. Новейшие технологии на земле, воде и воздухе. Международный форум «Армия-2017» в очередной раз собрал лучшие образцы вооружений со всего мира. От солдатской амуниции до модифицированных танков. Форум бьет рекорды каждый год. На этот раз в павильонах подмосковного центра «Патриот» свои разработки представили более тысячи предприятий из 15 стран. В оборонной сфере не прекращается гонка за инновациями. Для военных на Шумерлинском заводе недавно создали вот такой современный модуль, который питается от солнечных батарей. К чувашским производителям в Министерстве обороны страны проявляют интерес. Руководитель ведомства Сергей Шойгу оценил ноу-хау предприятия «Внеир Прогресс». Мы доложили ему о том, что разработано новое инновационное изделие. Это адаптивная решетка системы «Комета», которая защищает навигационный спутниковый сигнал «ГЛОНАСС» в условиях помех. Это изделие, которое действительно разработка инновационная. И по этим разработкам мы догнали ведущие страны Запада. Ну, как сейчас принято говорить, наших партнеров. Также здесь представлена новая разработка. Это низковольтные автоматические выключатели от номинальных токов от нуля до 630 ампер. Своей разработке на выставке в Подмосковье представили сразу 9 чувашских производителей. Противоградовые ракеты, штабные модули, мобильные кухни для нужд оборонного комплекса предприятия «Республики» выпускают большой объем продукции. И наши предприятия, 9 организаций, которые участвуют, объем отгруженной продукции по прошлому году у них составлял почти 17 миллиардов рублей. В этом году мы рассчитываем, что 20 миллиардов рублей они перевалят. Динамика очень хорошая, но в то же время хочу сказать, и выступающие здесь сказали, и министр обороны Сергей Кужукович, Шойгу, генерал армии, герой России о том, что в перспективе, конечно, на гражданское направление, товары гражданского назначения или товары двойного назначения нам надо производить. Почему? Потому что оборонно-промышленный комплекс снижает отдельные заказы, но будут заказы на высокоточное, высокотехнологичное оружие. У предприятий, работающих на оборонку, перспектива хорошая. Но чтобы быть конкурентоспособными, необходимо наращивать долю инновационных разработок, отметил Михаил Игнатьев. Техника качественная, оборудование качественное, изделия по линии авианика, которые производятся, тоже качественные. Это говорит о том, что наше предприятие развивается в динамике очень хорошо, впереди перспективные заказы будут, и практически все возможности есть воспользоваться предоставленными теми условиями, которые есть со стороны и Ростеха, и со стороны Министерства обороны Российской Федерации. Поэтому хочу сказать, что я рад и горд за наши предприятия, которые, являясь участниками этой государственной программы, обеспечивают тем самым, как участники государственной программы, и охрану воздушного пространства, и водного пространства. Форум «Армия-2017» может дать предприятиям новых партнеров. Не исключено, что будут подписаны многомиллионные контракты. Итоги подведут через неделю. Все эти дни военной технике предстоит пройти демонстрацию на полигоне. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Из Москвы.